Это видео я посвящаю Дню Конституции, которая Российская Федерация вчера отметила 30-е летоисчисление принятия основного закона государства российского. Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года. Вопреки закону референдуму она не была принята, а всеобщим голосованием. Это хитрая форма. Юристы Ельцину предложили после разгрома Верховного Совета в октябре 1993 года, чтобы закрепить его власть тоталитарную, личную власть ельцинскую и его вот этой кучке охранников, администрации, ФСО там и приближенных. Потому что в стране был раздрайв, очень многие военные, силовики, отставные, региональные элиты были против Ельцина. Что привело, вы знаете, к трагическим событиям октября 1993 года, к многочисленным жертвам, точное число которых мы неведомо когда еще узнаем, и кто в этом принимал участие, или были там снайперы или нет. И вот в декабре, я помню очень хорошо этот день, я пошел голосовать, потому что мне этот бардак надоел в стране, и в городе Магадане, где я родился, тогда и жил, и был известным человеком в свое время. Я пошел на голосование, показать и собой, я потом везде говорил, а я голосовал, как хотите, но мне этот бардак надоел. Так вот она была принята, эта Конституция Российской Федерации, она обновлялась много раз, последний раз в 2020 году обновилась, и в этом году, в 2024, она будет тоже обновлена, я в этом уверен, несколько статей будет изменено, дополнено, расширено и так далее. Почему? Потому что день Конституции выпал на вторник, бог войны и разрушения конфликтов завоеваний, бог в кавычках, эзотерики, мифологии и мистики, Арис Марс. Значит, мы входим в конституционный конфликт с многими основополагающими правилами и законами, которые прописаны в Конституции. В частности, права, значит, русского народа будут расширены, явно это будет видно. Значит, потом по Конституциям и названиям отдельных территорий вопросы остаются. Значит, по формированию системы судебной власти, то есть тоже надо менять это все, потому что президентская власть, исполнительская, она взяла под контроль судебную власть, у нас нет свободной судебной власти. То есть Владимир Владимирович назначает всех судей, подписывает указы, это ненормально. То есть понятно, что вертикаль ельцинская как была, так и осталась. А те нововведения, которые вел Медведев Дмитрий Анатольевич в свое время, короткое четырехлетнее правление, то, что вел потом Владимир Владимирович Путин, само собой СВО ведет новые изменения, результаты СВО в двадцать четвертом году, когда новые земли и территории будут нами освобождены от, значит, товарищей, слово подбираем, культурное для Ютуба, товарищей из Киева, которые нам не товарищи, значит, уступят нам, потому что деваться им некуда. И прогноз на войну очень для нас благоприятный, для них нет, о чем я в видео про создание ВСУ и создание вооруженных сил России надиктовал, а вы очень мало посмотрели и очень напрасно, но я уже это говорил. Так вот, день Конституции выпал на вторник, ничего хорошего. То есть целый год, значит, проблемы с Конституцией, правами нашими гражданскими будут, юридическими, гражданскими. Значит, государство будет завинчивать гайки продолжать, Министерство обороны, силовые структуры, и очень много трений будет на местах, они будут копиться, естественно. Поэтому я ожидаю в первый год правления очередного Владимира Владимировича Путина, который, очевидно, победит на выборах, дай ему Бог здоровья, до них дожить, прожить их, победить, и потом править широкой рукой властной, значит, и там будут нововведения однозначно сделаны. Во-первых, высокостный год, 20-й был предыдущий, поправки были, мы голосовали, кто помнит, кто не помнит. Пандемийный год, тем не менее, проголосовали. Значит, и очередной, 24-й высокостный, без этого не обойтись. И там дискуссии уже есть с юристами на эту тему, что пора наводить порядок в обдогих областях, особенно в правовых. Сокращать территории, сейчас у нас 85 было, 89, 4 убрали, объединили, Камчатский край, там другие территории. Надо продолжать эту тему, об этом говорил Владимир Жириновский. Он говорил, что России 85 территорий ненужные, надо укрупнять, надо в целях экономии, расходования, сокращения чиновников, сокращения многого другого, в мобилизационный период СВО, территории будут объединяться дальше. Я в этом уверен, что такая программа заложена и будет осуществляться с 24-го года все последующие годы правления Владимира Владимировича Путина. То есть мы на 85 не останемся. Скорее всего, ужмемся еще минимум на 5-10 территорий, постепенно. То есть эта тенденция будет продолжаться. Будут объединяться города и области, как об этом давно говорили и Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская. Такие разговоры много мне ходили. Очень много я читал, значит, что не нужны, не нужны такие территории убыточные, самые нищие, бедные, как Курганская область. Нафиг она никому не нужна, простите за жаргон молодежный. Еле-еле выкарабкивается. Закарабкивается Курганская область, кто ее вообще слышит, знает и так далее. Зачем она нужна? Присоединить ее там к Оренбургу или куда-то, кто там рядом есть. И вот этим всем надо заниматься. На Кавказке, естественно, трогать никто не будет. Маленькую Адыгею там оставят или еще там какие-то такие национальные территории. А вот русские надо объединять и давно пора это делать. Потому что эта вся нарезка, она не нужна. Нужно укрупнять Сибирь территории, Забайкалье, значит, Алтай там разобраться наконец-то с ним. Вокруг Байкала тоже самое территорию. Вот этим сил будут заниматься в 1924, 1925 и 1926 годах. Закладывается фундамент этих перемен. Значит, то, что Арис Марс, бог войны, год войны, значит, и выпала Конституция на этот же день, вторник, это вопрос правды, чести, совести, достоинства, свободы и несвободы. То есть ограничений. Вот сейчас в эти четыре года будут ограничения в конституционном смысле. Потому что мы знаем, конфликты третьи существуют, особенно судебной власти. Ее нужно укрепить, укреплять. Мы уже понимаем, что не проехала тема устранения конституционных судов на территории Российской Федерации, значит, которые хотели как реформу осуществить, но СВО помешало. До 1 апреля 1924 года, если вы помните, скорее всего, не помните, была идея все конституционные суды территорий зациклить на главном конституционном суде страны, а вот эти все на местах ликвидировать, сократить, убрать и прочее. Вот эта вся история будет иметь продолжение в эти четыре года, потому что с высокостного года 1924 начинается новый высокостный цикл на четыре года вперед до 1928. Включительно. Так что мы даже говорим о пяти годах. Значит, конституция не устраивает многих, свободы нарушаются, юридические, судебные, прочие, свобода личности, гражданское право и так далее. Все эти факты нам известны, мы о них читаем, значит, и все это накапливается, накапливается, накапливается. Вот вопрос только в том, как Владимир Владимирович Путин будет подбрасывать вот эти инициативы, аппарат его огромный, это администрация президента, там умные люди собрались. И вот они будут подбрасывать эти идеи, их впихивать в умы Государственной Думы и потом Советы Федерации, которые будут легко подписывать. А теперь давайте о Совете Федерации поговорим. Вот сегодня я их поздравил президент 13 декабря в день апостола Андрея Первозванного, первоверховного друга Петра и Павла, первоверховных апостолов. Значит, 30 лет, 30 лет Совета Федерации. Слушайте, ну вот я как журналист, я бы что сделал? Значит, статистику, так, грамотную, красивую. Сколько в Совете Федерации всего было сенаторов за 30 лет? Кто председатель, то есть историческая фактура? Кого посадили? Кого убили за эти 30 лет? Там трагедии тоже были. Значит, какие-то интересные факты неожиданные. Очень мне интересна была тема, я ее в свое время изучал в 2000 году. Как вообще Владимир Владимирович Путин подмял под себя Совет Федерации, выбросил оттуда всех глав территории. Сейчас же там не сидят главы территории, как раньше при Ельцине они сидели. И вот в 2000 году это была реформа, а вспомните, почему она возникла? Когда Лужков и компания были против смещения Скуратова, генерального прокурора Российской Федерации, был грандиозный скандал, если помните. Там подключились все. Вначале завалили министра юстиции двоих. Одного в отставку заставили под уголовным делом уйти, другого просто сняли и срок дали. У нас же веселые времена были, вы не помните просто этого. 2000-2001 год. А потом взялись за Скуратова. Помните эти скандалы? У проституток видео было, вбросы. Потом про костюмы какие-то там скандалища были. Все там старались Скуратова потопить. А Лужков его не отдавал. И там в Совете Федерации буча возникла. Очень интересная история. И когда Путин это все увидел, администрация президента, они приняли решение от Совета Федерации мало что оставить. И была полностью переделана структура. И теперь там сидят какие-то тети и дяди в этом Совете Федерации от территории, типа Нарусовой и прочее. Разного рода персонажи. Бывшие партийные деятели, бизнесмены. В общем, каждой твари по паре, как в Ковчеге. Так что былой Совет Федерации, когда они вот все собирались, обсуждали. Сейчас же их так не собирает никто, понимаете? Даже на госсовет приезжают не все главы территории. Вот чтобы всех 85 собрать, такого нет теперь. Значит, и все. Замели это все под ковер. Теперь Совет Федерации, это послушная такая структура, подписывает, что надо. Собирается, как по Крыму, быстренько раз-раз-раз все сделали и так далее. Наверное, так и должно все работать, если у тебя такой президент, рожденный во вторник, значит, как Владимир Владимирович Путин. По команде все. Но будет ли так всегда, во что превратиться в итоге Совет Федерации, как его авторитет вернут, на каком это будет уровне, может быть, туда засунут вице-губернатор, потому что везде губернаторы существуют. Это было бы лучше, с моей точки зрения, чтобы не очередной какой-то там сенатор приезжал, уезжал, а чтобы там постоянно работал, тем более в Москве, значит, заместитель главы территории. Может быть, к этому когда-то вернутся, не знаю. Но проблемы есть, проблемы накопились, так что Совет Федерации пусть особо не радуется. Владимир Владимирович сейчас за эти 4 года, за 5, перевернет вот так вот все сверх на голову, и вы увидите еще, как будет весело и интересно в 2024 году по поводу вот этих преображений структурных в правительстве, в министерствах, в ведомствах, в территориальных и всяких историях. Так что всем будет весело, бодро и озорно. Потому что, коль день Конституции выпал на день рождения, когда родился президент во вторник тоже, значит, тандем, Конституция, президент, президент, Конституция, знак равенства. И на этой почве будет, еще раз говорю, весело, бодро и озорно. Скучать никому не придется. И вот эти всякие конституционные изменения, изменения Совета Федерации. Помните разговоры про Государственную Думу? 450 человек, а какая рава, зачем? Надо сократить хотя бы до 300. Зачем такое число кормить? Вот все вы увидите, что будет происходить в ближайшие 5 лет. Сколько останется сенаторов и кто там будет в итоге? Потому что многие территории совмещены будут. И это, во-первых, во-вторых, представительские функции тоже будут, так сказать, известным делом изменены. Депутатство тоже подсократят. И так далее, и то подобное. То есть мы входим в новые изменения, которые, безусловно, будут. Как новые территории будут включаться в Российскую Федерацию? Как будут изменены границы новых территорий? Уберут там Курганскую и другие области объединятых, найдут основания, соберутся, обдумают это все. Но это все после выборов. Так что будем запасаться терпением, волей и выдержкой, креститься, молиться, исповедаться, причащаться, просить для России благ, чтобы быстрее война закончилась. И мы, наконец-то, порядок навели. И будем наблюдать, у кого есть на это время интересы и желания. У меня есть, поэтому я этим занимаюсь. Вот о чем я хотел рассказать. Ставим лайки, подписываемся, распространяем это видео. Комментируйте. Жду на приеме. Годовой прогноз не забудьте заказать. Идем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok